Всем привет ребята, с вами Веркли, ну а в этом видео я рассмотрю самые популярные проблемы, которые возникают после установки NB-series, то есть мода на графику, это такой небольшой решет, который добавляет как-то же к реалистичности. Кто смотрел мои предыдущие видосы, тот конечно же понимает, что это и для чего он нужен. Ну и в этом видео я рассмотрю самые популярные проблемы и покажу вам как их решить, из-за чего он может не работать. Этот NB-series. Итак ребята, самая популярная проблема в том, что если вы установили допустим этот NB-series, файл D3D-компиллер 46EDL и D3D11, ну и он у вас просто-напросто не запускается при запуске игры. В принципе в чем может быть проблема, спросите вы. Проблема может быть в том, что у вас в корневой папке из GTA находится вот такой вот файл, то есть dxgi.dll. Это ребята файл решейда, его нужно удалить с вашей GTA, иначе ваш NB-series не запустится. То есть, когда вы устанавливаете решейд, допустим, и потом уже установили NB-series, он у вас не будет запускаться данный NB-series, но будет запускаться у вас решейд. Поэтому удаляем файл dxgi.dll и таким вот способом решаем первую проблему. Это ребята первый способ такой, когда у вас допустим не работает NB-series. Я в следующих видео уже запишу, как в принципе запустить данный решейд с NB-series. Это немножко по-другому делается, и это уже отдельная тема. Ну и так ребята, первую проблему разобрали, это из-за того, из этого файла решейда, то есть dxgi.dll. Также рекомендуется удалить полностью весь решейд с пометкой решейд, шейдерс, вот default preset и так дальше, и файл решейд. Вот ini по-моему, здесь еще есть вот такой вот файл, вот решейд, параметры конфигурации. Удаляем полностью решейд и по сути у нас должен быть работать NB-series. Но ребята, есть еще одна проблема, когда он может у вас не работать, это то, что у вас в игре выставлены неправильные настройки. Для этого просто-напросто заходим в вашу GTA, где вы устанавливаете тот NB-series и проверяем настройки. И сейчас, ребята, я покажу вам уже второй способ решения данной проблемы, именно почему NB-series у вас не запускается или даже запускается, но у вас там какой-то светлый экран очень или черный экран и так дальше. То есть проблемы у разных людей бывают полностью другие. И мне много кто в комментариях писал, что у них просто-напросто экран слишком светлый и так дальше. Ну и сейчас запускается наша GTA, и это будет, ребята, второй способ решения данной ошибки. И ребята, когда вы установили NB-series, у вас должна быть вот такая вот табличка. То есть если вот такая вот табличка, то он у вас в принципе запускается, да? У вас такой табличкой может не быть, если вы не удалите тот файл DXGE.dll. Поэтому удаляйте файл и у вас появляется такая табличка NB-series. Но бывает, когда у вас такая табличка и запускается, но в игре NB-series просто не работает. Давайте сейчас зайдем в игру, я покажу вам, ну из-за чего он может у вас не запускаться. В принципе, ребята, видите, наша GTA запустилась и у меня данный NB работает. То есть это видно на графике, да? Вот, у меня графика немножко иначе, не такая стандартная, как везде. Ну и давайте рассмотрим, в принципе, проблему, из-за чего может быть он не запускаться. То есть, по сути, стандартная клавиша у нас запуска NB, это клавиша NB. Давайте сядем на мотоцикл, чтобы нам было удобнее, чтобы экран так не переставлялся, да? Вот, первая причина, в принципе, это может быть у вас здесь галочка. Проверьте, чтобы у вас стояла здесь галочка, потому что она отвечает за NB. То есть, если вот так, то видите, стандартная графика. Если вот так, то графика NB. Далее, если у вас черный экран полностью, тоже нажимайте клавишу NB и проверяйте здесь. Так вот, по-моему, где-то здесь, это я сейчас найду. Вот, чтобы это было поставлено здесь галочка, потому что видите, черный экран. Вот, и ставьте здесь галочку. И тогда будет у вас нормальный белый экран. Ну и, конечно же, после этого сохраняйте конфигурацию и так дальше. Ну и, ребята, основная, еще вторая, самая важная проблема, это то, что у вас в игре поставлены неправильные настройки для NB Series. То есть, NB, он как бы, по сути, это такая графика, которая требует немалой производительности, да? И для нее нужны такие высокие настройки графики. Поэтому, ребята, смотрите, какая у меня графика. То есть, здесь выставлены самые минимальные требования NB Series, при которых он работает. То есть, смотрите, в принципе, выключайте вертикальную синхронизацию, это увеличить количество вашего FPS. Тип экрана здесь не важен, можете как угодно ставить, да? Желательно ставить DirectX 11, если поддерживается. Если нет, то 10.1. Далее, по самым основным настройкам, давайте пройдемся, это то, что качество текстур должны стоять на очень высоких. И качество шейдеров на очень высоких. Я потратил примерно, ну, час этого всего, чтобы протестировать, чтобы вам выдать такие самые минимальные настройки, при которых NB работает. То есть, для слабых ПК. Вот, качество теней вы можете использовать на таких вот стандартных, качество отражений стандарт. Также очень важно выключить MSA для отражения. Иначе, может просто, ну, не работать, то есть, некорректно работать NB. Качество вы, да, можете как угодно ставить, да? Частицы желательно очень высокие. Тени, в принципе, тени это ни на что не влияет. Там уже по своему усмотрению ставите. Вот, вот, и еще один очень важный такой эффект, это настройки спецэффектов у вас должны стоять на очень высоких. Потому что, смотрите, я сейчас переключусь. Смотрите, какая у меня сейчас графика. То есть, видите, я сейчас переключу настройки спецэффектов на самые низкие. И вы увидите, в принципе, в чем проблема. Вот, сейчас переключаем на стандартные. Применяем. Enter. И, ребята, видите, какая графика. То есть, NB выключается. Он работает, типа, ну, как бы он работает, да, но он не работает. Потому что вы переключили спецэффекты на стандартные. Поэтому нужно включать спецэффекты на стандартные. Опять-таки, заходим. То есть, на высокие, очень высокие. Можете включать на очень высокие. Если высокие поставите, вот, допустим, они тоже не будут работать. Сейчас я приму это все, видите, поставил на высокие. Тоже не работает NB. Переключаемся на очень высокие. Сейчас переключаемся опять-таки. Сейчас посмотрите. Вот, где они. Вот. Очень высокие и применяете. И Enter. И, видите, ребята, у нас уже NB работает. То есть, из-за этого, это основная такая причина, из-за чего может ваш NB тоже не работать. Из-за текстур, спецэффектов, шейдеров и так дальше. Поэтому, это такие три основные настройки. Вот, текстуры, шейдеры. И это вот, настройки спецэффектов, они должны стоять на очень высоких. Иначе, ваш NB просто не будет запускаться. Все остальное вы можете, в принципе, включить по своему всмотрению. Да, я самые низкие настройки уже здесь поставил, чтобы мне был хороший FPS, потому что у меня компьютер тоже не такой вот сильный. И еще, ребята, здесь основная такая еще одна настройка. Это то, что вы заходите, допустим, в дополнительные настройки изображений, тоже в настройках. И здесь вам нужно выключить масштаб разрешения изображения. Иначе у вас тоже не будет работать этот NB. Потому что, смотрите, я сейчас включу на это. Вот. И он тоже не будет работать. Видите, вот такой вот экран у нас. Многие подписчики мне писали, что из-за у них, они заходят в игру, и просто у них такой вот экран. Вот. И проблема вот получается в чем. Заходите опять-таки сюда, настройки, видите, видео. То есть нет, дополнительные настройки изображений. Вот. И масштаб разрешения изображения. Просто выключаете его. И все. Вот и с такими настройками, ребята, у вас будет работать NB-серийс. В принципе, я надеюсь, вы поддержите это видео лайком. Потому что, ну, на русском ютубе, я не знаю, кто еще так, нету вообще, как бы, решений данных проблем с NB-серийс. Мне пришлось как-то самому вот с этим разбираться, тратить немало времени, чтобы это все решить и так дальше. Потому что многие подписчики писали, чтобы, ну, как решить все-таки эту проблему с NB-серийс. Поэтому, ребята, я надеюсь, вы уже подписались. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить различные интересные установки разной графики. Потому что я сейчас тестирую различные графики. И в конце будет очень топовая графика. Как у известных ютуберов. Ну, в принципе, даже как у известных англоязычных ютуберов. Потому что с такой графикой даже никто из русских ютуберов не играет. Играет только, ну, воркшоп, то есть потом и в дабстепс. То есть это такие англоязычные ютуберы. У которых графика очень крутая. И все за нее пишут. Я надеюсь, я потом ее вам покажу. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить дальнейшее видео по установке графики. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Всего хорошего.